О, Готэм Чес! Ничего себе! Погнали! Международный мастер! Очень известный стример против меня. Что он тут будет играть? Ну, конечно, какую-нибудь хрень. Я, кстати, не то чтобы знаток этого варианта. Уже 3, наверное, как-то надо играть. Контр-гамбит Альбина. Допустим, защитил эту пешку. Готэм Чес играет на красоту, ребята. Жертвует пешки. Развивает фигурки. Хочет, наверное, сюда вывести. И пешку Е5 у меня отжать. Может мне Ферзь Б3 сыграть? Как мне препятствовать этому плану, вообще? Ферзь Б3, с идеей напасть на Б7. Ну, зачем мне это делать? Конь Ж5 сыграть. Тоже непонятно зачем. Если сюда, то атака. Таркировка. Может быть, Б3 слом Б2 попробовать? Давайте так. Б3 слом Б2. И типа, вот эта пешка тоже будет под боем. Надолго я задумался. Защитил он пешечку, да? Здесь такой ход есть, но он из шахмит даст. Может, А3 пока сыграть, чтобы где-то Б4 пограживать? Ну, взял. И вот здесь, допустим, Б4. Какой-нибудь мат бы не зевнуть, да? Если Б5, то что? Давай Б5. Наверное, размен, да, здесь? Разменялся. Отступил на край. Эта пешка под боем, но эта пешка тоже под боем. Может, конем побить? Технично, чтобы... Давайте попробуем конем. Там, правда, такой ход может быть неприятной связкой по вот этой диагонали. Правда, там сломает Е6 с нападением. Блин, сложным. А, взял. Вот этот ход я, в принципе, рассчитывал. И здесь я хотел сыграть... Так, что ли? Такой ход у него будет. И конь Е6, типа. Блин, у него какой-то ферзь Д5 еще есть ход. А может быть сначала... Сначала слон на Ж2, типа, выйдет. Давай так попробуем. Сюда. Напал здесь. С5. Если взять на проход, то что? Б5, что ли? С7 грозит. Б5 могу побить. А, рокировку просто делать, да? Ладно, давай тогда тоже готовим развитие. Надо все-таки короля увести. Б5, да. А взять я не могу, да? На Б5. Двойное взятие. Ладья Б8 там будет ход. Угу. Это выглядит неприятно. Согласен. С7. Ничего особо не дает. Ладно, давай просто отступим сюда. И пока защитим просто конягу. Так, он делает какие-то ходы. Главное не зевнуть. Там слона... Ход слом Б3, да? Ход слом Б3. Постараться не зевнуть. Так, здесь что? Не знаю, не знаю. Конь в 5 пойти. Там слом Б3 раздеваем. Ладно, давай пока такой ход. Ж6. Сюда есть ли удар? На Б2 бьет. Наверное, нет, да? Конь в 5. Конь в 5, кстати, ход прикольный. Взял. Давай конь в 5 попробуем. Так, 19 секунд. Мало времени. Взял сюда. Ну, взял, наверное. Шажочек. Сюда. Вынуждаю его побить, наверное. Да. Сдваиваемся. Хотим сюда куда-то заскочить. В гости. Мало времени. Но позиции-то очень внушатель. На Д6, кстати. На Д6 тоже смотрится. Так, сюда, да? А если на Д6? Отошел, да? Ладно, тоже отвалил. Взяли. Что делать? Давай крайнюю пешку толкать. Блин, зачем я пешку на Ц3 пускаю? Это же явно проблемы у меня будут. Нельзя было ее сюда пускать. Он думает почему-то. Ц3 очевидный ход. Да, Ц3. Но лишнее качество должно сказаться или нет? Нет, да? Считаю, что нет. Так, сюда. Попробуем разменять. Не хочет меняться. Тогда давай сзади встанем. Ладью бы не земнуть. В этой позиции. Взяли. Ну давай поменяем. Мне кажется, техническая позиция, чтобы ничего не зевнуть. Самое оно. Так, шажок. И, наверное, бьем здесь, да? Бьем здесь. Ага, шажок. Шажок. Сюда попробуем. Блин, как бы тоже не попасть в какую-то канитель тут с этими шахами. Ух ты, ух ты. Так. Ой, блин, на Ф3 удар, да? Блин, куда же ты влезешь-то? Вот это я попал, блин. Вот это я пропустил, конечно, без ладьи. Но, наверное, вечный шах у него есть. Или даже мат. Да чёрт тебя, Диаи, мат он ставит. Да чёрт тебя, Диаи, абсолютно было выиграно. Ну как? Как? Как это происходит? Блин! Ну просто выигранная позиция в хлам была. Давайте, ладно, посмотрим анализ. Музыку какую-нибудь включим. Такую вот поспокойнее. Ну, сто процентов было выиграно. Вот здесь вот. Ф3. Кстати, Ф3 правильный ход. Никсон отправил доната. Я, как обычно, не заметил, да? Никсон. Сейчас проверим. Донаты. Что у меня с донатами? Фигово. Да, вижу донат от Никсона. Сейчас надо что-то как-то обновить это делом. Эм. Вот, Никсон. 333 рубля. Большое спасибо за поддержку. Ну вот, да, Ф3. Он наносит этот удар. Сломбит Ф3. И вы не поверите, здесь единственный ход король Ф2. И после короля Ф2 белые побеждают. Потому что ладья под боем, и здесь тоже защищено у меня. И белые просто побеждают после хода короля Ф2. А я вот нашел ход, который просто получает мат в 4 ход на. Правда, вот реально здесь сломбит Ф3. Король Ф2. Победа белых. Ну, давайте сначала посмотрим, может быть, дебют. Гамбит. Контр-гамбит Альбина. Б3, кстати, не особо ход. Взяли, взяли. Ну, тоже, наверное, норм. Но точнее было... Точнее было побить коня, типа... Сюда-сюда и конь Е4 сыграть. Ну, не знаю. По-моему, Б4 норм. Б5 тоже правильно. Разменяли сюда. Конь Д4 взяли. Ферзь А4, кстати, нормальный ход. Но можно было и по-другому. Можно было, например, конь Ф5 сыграть. Тоже смотрится неплохо. Ну, ладно. Ферзь А4. Норм. С5. Ошибка. Взятие просто. Рокировка. Б5. Отступил. У белых большой перевес тут. Рокировка. Владя Д2. Норм. Конь Ф5. Блестящий. Два восклицательных знака. Взял. Просто лишнее качество. Ай, блин, ребята. В один ход выигрывал просто. Владя Д6. Победа. Вот с Владя Д6 и просто можно сдаться после этого хода. Но я сыграл так. Конь Ж4. Тоже большой перевес. Сдвоился. Владя Д6. Все равно позиция с большим. Но здесь Ферзь ЦТ. Я думал, надо как-то так было заблокировать пешку. Просто выигранного в белых. Я зачем-то сыграл А4. Ну ладно. Все равно большой перевес. Огромный просто перевес. Шах. Играем на мат. Ну нормально. И вот здесь надо было Ф3. Король Ф2 просто выигрывал партию. Да, такой ход на спец трудно найти. Но тут надо видеть, что ладья под боем. И пешка защищена. А черный король сам под атакой. Ладно. Возвращаемся в турнир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова